Только две вещи приносят облегчение от жизненных невзгод — музыка и кошки. Гуманность состоит в том, чтобы никогда не приносить человека в жертву какой-либо цели. В 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом. В 40 — лицо, которое дала нам жизнь. В 60 — лицо, которое мы заслужили. Смысл человеческой жизни служить и проявлять сострадание, и стремление помогать другим. Человек не создан для счастья. Существуют вещи более важные, чем счастье. Поиски правды почти всегда являются очень болезненными. Быть смешным не значит смешить. Вызывать сочувствие не значит выжимать слезы у зрителя. Я никогда не желал себе преклонения. Мне было бы стыдно находиться в роли идола. Я всегда мечтал о том, что буду нужен. Какими будут наши дети, от нас многое зависит. Но и от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит и от нас. Бумажная цифра — мертвая цифра. А цифра в электронной форме, способна рожать мысли и действия. Безумные идеи — единственный способ добиться хотя бы нескольких прорывов. Человеческая природа сопротивляется восприятию плохих новостей. Любой ребенок должен все потрогать своими руками, будь то игрушка или инструмент. Наблюдение за химической реакцией на экране компьютера — хорошее дополнение к лабораторным занятиям по химии, но оно не заменит практического опыта. Есть крепости, которые не следует брать ни штурмом, ни осадой. Лучше обойти их стороной и они падут сами по себе. Все меньше интеллигентов, все больше интеллектуалов. Самые образованные народы бывают так же близки к варварству, как наилучшее отполированное железо близко к ржавчине. Интеллигенции — извечный носитель инакомыслия, инакомыслия — хорошее оружие в борьбе за власть. Но когда власть завоевана, опираться на интеллигенцию нельзя орудие власти не инакомыслия, а единомыслия. Не все люди могут любить, потому что любовь — это такой же талант, как художество или наука. Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней, что может быть глупее. Как не сложна жизнь личности, жизнь человека еще сложнее. Писатель должен уметь прямо говорить читателю правду, как бы она горька ни была. Если знаешь о человеке больше, чем ему хотелось бы, ты ему больше не друг. Чем мельче душа, тем шире шаг. Не пройдя все круги ада, не поймешь, что такое рай. Зависть переходит в злобу, если нельзя переплюнуть другого. Тягостный жребий печального рабства избрав человеку лучшую доблесть и в нем половину, Зевс истребляет. Один лишь не может ничем побежден быть желудок. Жадный, насильственный, множество бед приключающий смертным. Конечно, царем быть не худо. Богатство в царевом доме скопляется скоро. И сам он в чести у народа. Время на все есть, свой час для беседы, свой час для покоя. Когда я не могу управлять событиями, я предоставляю им самим управлять собой. Препятствия — это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Тему не выбирают. В том и состоит секрет шедевра, что темой есть отражение темперамента писателя. Почести обесчищивают, высокое звание унижает, должность оглупляет. Ничто не внушает мне такого презрения к успеху, как мысль о том, какой ценой он достигается. О мудрые, сил разума, вам данных, не пожалейте в сущность проникая. Бояться должно лишь того, в чем вред для ближнего таится сокровенный. Иного, что страшило бы, и нет. Обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Все нужно делать вовремя. Вчера было слишком рано. Завтра будет слишком поздно. Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора. Один тот, кто стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества. Другой сама природа. Ей известны все пороки, ускользающие от законов. Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает осознавать, что он не рожден для рабства. Искренность мать-правды и вывеска честного человека. Если бы на земле все было превосходно, то ничего не было бы превосходного. Воздержись от спора. Спор есть самое невыгодное условие для убеждения. Мнение, как гвозди, чем больше по ним колотить, тем крепче они вонзаются. Язык худшая часть худшего слуги. Плохие люди опасаются проступков, страшась наказания, хорошие из-за любви к добродетели. Никакая медлительность не бывает слишком велика, когда речь идет о смерти человека. Жизнь, как пьеса в театре. Важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна. Сколько бы ты не жил, всю жизнь следует учиться. Даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Чтобы не говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима.